Ну хорошо, говорите теперь. Мне нужно знать, кто вы, откуда, с какой целью. Мы уже второй раз не увидимся. Я присутствовал всегда на занятиях, вчера тоже был. Александр Сергеевич, с Кургута, но не Пушкин. А где живете-то? В Сургуте. Не понял. В Сургуте. В Сургуте, а, вон где. У меня племянник там. Это с нефтью связано там. Да, да. Так, у нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? А я знаю, я не против. Я вас слушаю, говорите, пожалуйста. Вот у меня вопрос, вчера считал бытие, ну, перечитаю, и у меня интересная пошла. Сейчас прочитаю. Сейчас прочитаю. Сейчас прочитаю. Сейчас прочитаю. Как это можно назвать? А вот, в Дитие, глава 3, 22 стих. И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, сделая добро и зло И теперь, как был не простёрван руки свои, не не взял так же и дни его жизни Не вкусил и не стал жить вечно И выслал его Господь Бог из стада Адамского, чтобы возделать землю, из которой взять Вот, ну вот, что стало интересно И если бы Адам вкусил от дерева жизнь, он бы стал, получается, как Бог Он стал смертный и грешный человек, а руку мог бы простереть на древо жизни, а это несовместимо Грешник должен исправиться, родиться свыше, а он бы грешником претендовал на вечность И Господь поэтому и знал его, как бы не простёр руки свои Так и сегодня человек, не рождённый свыше, ходит в церковь, причащается, а ничего не знает И поэтому установленная эпитемия, его не допускают до причастия Вот, женщина взяла абор, сегодня никакие, ну ладно там, 40 поклонов сделает А это на 10 лет отлучённое, не имеет права причащаться Как бы не простёрли руки свои к древу жизни А древо жизни, это Христос на кресте при счастье Почему Иоанн Затаус говорит? Как случилась гибель? Гибель случилась так, что дьявол взял трезубец, которому бьют три зубца Это дева, древо и смерть Дева Ева, древо познания добра и зла и смерть Адама В Адаме все умирает Христос вырвал, этим ударили его опять дева Мария Древо крест на Голгопе и смерть, смерть Христа Во Христе все оживут Вот как сказано ещё И поэтому должны смотреть В церкви на Пиэта возглашаются И лица оглашены из дити Трижды, и никто не выходит Почему? Священники не являются хранителями этого древа То есть они пустили на самотёк Лишь бы свечки ставили Лишь бы кормёжка была и всё То есть сегодня православие Фактически не существует-то в чистоте Только где-то там проблески А всё остальное, каноны не нужны А это не догматы То есть всё рассуждают по-своему По канонам священники должны быть извергнуты Сегодня почти все До 30 лет рукоположенные 14-15 правила 6-го Вселенского собора нарушены Ибо и Христос вышел на проповедь Не раньше 30 лет Зачем поставлять-то? Вот патриарх Кирилл, он даже епископом стал Раньше 30 лет Это никто даже не знал в церкви Если это церковь, она должна быть церковью такой Какой она была основана Христом Святыми апостолами, учителями, соборами А не то, что сегодня Раз надел какой-то на себя И волосы отрастил И творит, что хочет Поэтому ещё возраст есть Дважды двери, двери Премудрости водным То есть диакон должен пройти Среди молящихся Он должен их всех знать И чужой, чтобы не было здесь Сейчас будет причастие То есть он должен запереть двери Запереть А сегодня литургия идёт, причастие Священник такой речистый Говорит, а тут хлещет туда-сюда Он ничего не видит и не знает Он собой любуется А Иоанн Затруц говорит так Если человек в грехе И священник его не исповедовал И недостойно живущего допустил до причастия То губит того, кого причащает И гибнет сам Два мертвеца Слепой слепого ведёт Вот весь ответ вам на ваш вопрос А вот ещё такой вопрос Я крестился, когда мне батюшка говорит Придите через неделю, через две ночи честиться А перед причастием нужно исповедовать Это обязательно? Обязательно Когда вот как крещение Перед крещением у нас идут люди на покаяние приносят А потом приходят после крещения И сразу причащаются Потому что они уже омыты Уже исповеди нету Ну вот Не нужно прочитать канал Причастия Ну в этот день ничего этого нету Человек родился заново Он прямо выходит из озера Сразу идут в храм И сразу причащаются Это законно Так и было Нет, он заново родился Стань, крестись А мой грехи твои 22.16 Деяния апостолов И он как раз Стал человек Пришёл, крестился, вышел Если не было троекратного погружения Крещения не было Был обман Никакого перекрещивания нету Это попы всё придумывают Если они крещён Какое перекрещивание? Это у меня у меня не было Не было троекратного погружения А там апостольское правило 50-е Апостольское правило Апостольское 50-е правило А ещё не три погружения Священник да будет извержен Священника больше не увидишь Он просто должен идти на стройке и работать А они подряд всех Лбы мощат И купель есть Ладошкой по голове И ребёнка крестить Большая купель Он её держит И рукой поливает Иначе как безумие Нельзя назвать Сумасшествие Я был как в православии Я был в церкви протестантской В протестантской ходил До православия Я там Но там какое-то правило Ну пастор Заходишь Ну в бассейн Бассейн 1,2 И в бассейн заходишь И в три раза Раз Оно Оно Окунаешься Это тоже неверно И крестились тысячи человек Сразу А чтобы назад Двое стоят Его опрокидывают Это еретики Только так делают Это положение Во гроб Христа Сейчас везде почти Вот так вот Везде Ну мы должны знать сказать Кто не знает истины Они так и крестятся И живут в этом Пускай И думают То, что всё верно А кто вот виноват Человек Если не знает А ты должен знать Твоя жизнь В твоих руках Кто за тебя Будет знать Что нам делать Мужи и братья 2,38 Диане апостолов Что делать Этот вопрос Что делать И Шерышевский Поднимал Он говорит Что Покайтесь И докреститься То есть погрузиться Каждый из вас Во имя Иисуса Христа Для прощения грехов И получите Дар Святого Духа И для этого нужно что Человек Чтобы уверовал во Христа Как своего спасителя Умершего за него Принял Троекратное Полное погружение И это должно быть Бесплатно Сегодня все три условия Нарушаются И человек Ничего не знает Лоб помочили ему Деньги заплатил Это не крещение Это кощунники Кощунство 1180 Когда крестился 1180 Повторить Я не понял Когда крестился И заплатил 1180 Ой-ой-ой Это Это симония Называется Это смертный грех Священник берет Никогда Ни копейки За таинство Нельзя платить Это Грех Симония Называется Об этом Патриарх Алексей Второй говорил Говорит Страшно сказать Говорит И деньги берут За крещение То ли он не знал То ли Так уже Говорит Только Вот такой вопрос Если человек Помолился Не обязательно И не исповедался Но он помолился И в грехах Существует Допустим Дома Один Кишиня Ну он сам Это же Так же Прощается Грех Который Боисовый Нет Без этих Священных Рух Нет отпущения Смертным грехом Говорит Иоанн Златоуст Вам Им дано Право Кому Простите Проститься Кому Оставите Оставиться Мусульмане Они на это Не претендуют Евреи Не претендуют У них нету Иссистенты Не претендуют У них нет Этого права Нет Закона Рукоположенных По восходящей линии По нисходящей Или как угодно Назвать Значит ничего Нет Они не имеют Этой власти А у нас Священник имеет Прямо Властью Данной Мне От Бога Да разрешишься От грехов Вот Христос Говорит Прощаются Тебе Грехи Твои А кто Такой Кто Можешь Прощать А Господь Эту власть Дал Дунул Мы считаем Евангелие От Иоанна 20 глава Кому Простите Проститься На ком Оставите Останутся А сегодня Подряд Всех Посылает Ну ты узнал Что не так Ты на это Не гляди Что там Делается Не так Ты делай Как должно Он не накладывайте Пятимил Сам наложи Ее Держи Вот человек Ну напился Выпил На два года Отлучается От церкви Женщина Абор взяла На 10 лет 10 А сегодня 10 дней Даже не отлучают Что Да ничего Нету Обман Комедию Ломают И все Но мы узнали Я вам сказал Тут не спорить Ничего не надо Ну допустим Мы согласимся Делать Как в церкви Делается Но Господь Не утверждает Феофан Затворник Говорит Если Человек Говорит Я прощаю А Бог Говорит Я не прощаю Человек Я благословляю Бог Я не благословляю То что будет утверждено На небесах То что написано В Святой Библии Перед вами Что сказали нам Святые отцы В канонах Вот только это Бог утверждает А Тут сегодня Какие Деноминации Конфессии Это Сатана Прикрыл Слово Ересь Сегодня Встречаешься Не спрашивай Какой конфессии А прямо спрашивай Если у него Православная церковь Еритик Если он не католик Не Григорьев Армянский Копте Сирис Вот это пять Которые сохранили Рукоположение А остальное Вокруг Все это ересь Человек Встретился Спросил его А какой ты ереси Относишься Что там Баптисты Пейдесятники Там администы Их уже 21 тысяча Говорит Этих названий Я не решаюсь За эту цифру Но во всяком случае В 30-м году В 30-м 1930-м Уже было 300 сект Это прямо Уже Запиксировано Было 300 Ну а сколько Там Которые Подпольные Делятся Они же Все время Дробятся А там Уже Мормоны А там Остаток Святых На последний День Под разными Названиями Вот у меня Здесь газета Соседний район Павловский Газета Называется Новая жизнь Новая жизнь Газета Мирская И вот Приходят Еретики Новая жизнь Они еще не прочитают Так То и все Или Пошли Потому что Друзья Здесь Новая жизнь Газета Вот так Надо четко Ясно Себе Представлять Мы смертные Мы умрем И за все Отвечать И зачем же Кто знал И не делал Тому грех Знал И не делал Тот бит Будет много А знать Очень легко Вот Спросили Я вам Называю Какие Правила Какой Канон Какого Собора Где В Библии Написано А сегодня Он говорит Священнику Он ничего Не приводит Он говорит А вот так Надо делать Да это не важно Главное Сердце Дальше Это не важно Главное Сердце А какое Сердце Где он Увидел Это сердце Сердце Глубокие воды Его никогда Не вычерпаешь Есть Канон Ты должен Его выполнять Шестой Церенский Собор Второе Правило Говорит Это Трубы Духа Святого Вот как Назвали А он Сегодня Как будто Не слышал Мокрой Ладошкой По голове Ты крещен Какое это Слово Крещение Переводится Одним словом Только Погружение Другого Перевода Нет В немецком Мазыке Тауф Баптизм Там Везде Одинаково Погружение Он Скрылся На воде А сегодня Стоит Еще Нет То Зимой Купаются Еще Это Зачем Волосы Ну Это Вроде Мертвая Мертвенность Волосы Мертвые Этим Показывает Что Мертвенных Дел Мы Отрекаемся Отрицаемся Это Вид Такой Но Внешне Это Есть На деле Никто Не думал Отрекаться Вышел От Крещения Стоит Тут же Закурил Но После Крещения Тут же Сразу Выходит И Закурил А батюшка Еще Сказал По Осипу Вот Осипов Такой Профессор Выступает На нем Висит Тысяча Душ Сколько Он Погубил Вот Выступает А Осипов Говорит Пост Это Не Обязательно Там Кури Что Я Смел С предчувствием В 91 В Да Да Там Там Живо Есть Да Нет Наверное Нет Его Не Принимал Ну Посмотрел Очень Хороший Стоит Этот Фильм Первое Место Наряжает Понравилась Мне Вот Эта Где Комната Ну Это Стол Стол Который Превращался В Машину Ну В Водик Этот Ну Вообще Прикольно Мы Ничего Не Составляем А Как Есть Так И Снимаем Человек Должен Сам Вникнуть И Он Увидит По Другому Никак Вот Осипов Говорит Вот Приходит В Храм Разодет И Раскрашенный Он Сказал Правильно Ну Теперь Создай Общину Хотя Бо Одну Он И Не Думает Даже Он Ничего Не Создаст Он Знает Только Говорить А На Деле Он Никакой Бритый Бритый Вот Город Постригаете Нельзя Не Постригать Не Трогать Конца Даже Бороды Не 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 Сколько Сколько Времени Прошло Как Вы Бороды Не Трогали Сколько Десять Недели Недели Да Десять 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 Вы Хотя Б Года Три Не Трогайте Ему Видите Какой Вы Должны Быть Человек Я Бросил Курить Когда Месяц Назад Ты Подберешь Еще Три Года От Остановления И Притом Ты Старательно Стараешься Этот Храм Божий Вот Это Тело Не Разрушить Вы Храм Бога Живого Про Эти Которые Храмы Строят Ни Одного Слова Библии Нет Ну Они Есть Мы Молимся В Них Но Надо Научиться Выбирать То Что Священное Писание Подтверждает Каноны Точно Держать Сидит Цареградского Символа Веры Не Надо А то Вся Патриархия Безблагодатная Патриарх Безблагодатный Ну Это Уже Начинает Человек Прославлять Ну Никакой Мальчишка Нет То Земля Не Шарообразная Только Тарелка Какая-то Но Явное Дело Что Человек Лжет Я Вчера Смотрел Первый документальный Теревская Земля Ну Мне Интересно Что Мне Говорят Как Они Друзья Закускаются Ну Специально Посмотрел И Они Крем Так Говорят Если Я Истины Не Знал То Что Научен Чем Ну С Детство Я Может Даже Говорю Это Не Верю Прям Это На уши Хорошо Одевать Ну А потом Все равно Как Так Можно Потому Что Если Даже Просто Взять Они Предполагают То Что Земля Диски Вокруг Вокруг Это Ледяной Забор Вокруг Диска Ну И Нас Обманывают Якобы Это Антарктида Но Так Если Вокруг Просто Даже Подумать Ну Кто Едет В Землю Верно Сказать Когда Возьми Допустим Допустим Со Своей Тошки Где Ты Живешь Пойди Если Ты Все Равно Ты Должен Пойти Допустим Если Ты Считаешь То Что Если Ты Пойдешь В Сторон Америки Ну То Ты Все Равно Продолжены Переть В Ледяной Забор Переукнешься Ты Закрешься На то же место Откуда ты И вышла Давай Что Обокнуть Цель Ну Это Проверить Нельзя От Это Вы Задали Так Трудно Я Говорил Поедем На Байкал Возьмем С собой 2х2 метра Красная Материя Там Прибьем На что На доску И Разойдемся 4 километра 800 метров Дальше Уже Не Видно На Табуретку Встал Видно В Любой Сор 4 800 Да Если Ты Метр Метр 70 Твой Рост Ну Примерно Так А уже На 5 На 5 Километров Не Видно 4 Километра 800 Метров Нужно Найти Ровно А ровно Только На Байкале Везде Торосы Какие-то На 154 Летишь Он Когда Высоту Набирает 10 Тысяч Метров Да И Видно Все Черное Море Когда Пролетал Там Закрупляется Чуть Замер Видно Хорошо Видно Мода Может Все И Горизон Закрупляться Начинает Начинает Допускать Маленькую Лушь А потом Все Подряд Во лжи Плывет Они Ложи Не улетают Так Самое Что Удивительное Это Все Придумал Знаете Кто Самый Первый Тоской Земли Я посмотрел Вчера На шаг Это Все Придумал Какой-то Чернокожий В Америке Молодой Рейпер Который Пишет Лозу Это Раньше Было По Аристотелю Еще Там Это Индийская Космология Это Нет Не то Что он Придумал Он Только Разбудировал Эту Тему Так И понимали Они Даже За то Что Шарообразная Коперника За что Судили Галилея Так Что Нет Тут Никакого Отношения Не имеет Так Верили Все Что Плоское И Поэтому Сегодня Некоторые Говорят Аврака В спутнике А нет Спутников Но он Видно Летит Нет Спутников А космонавты Ну Космонавты Есть Говорят Но они Не летали Никуда Просто Деньги Платят Тут Даже Дурью Нельзя Назвать 248 Космонавтов Уже Было Во всем Мир И все Лгут Атом Ассоны Придумали И Шестерки Боятся А на Шестерка Хоть 666 Никакого Значения Не имеют Потому Что Антихриста Еще Нет И Начертания Не Может Быть Раньше Чем Он Придет У нас Такое Завелся Одна Лож Гонит Гонит Эту Лож А потом Поднялся И Удержу Никакого Нету Захлебываются Во лжи Мы Стали Молиться Да Стали Молиться Вот я Сказал Давайте Все Будем Молиться Чтобы Господь Вымел С корнем И На Третий День Он Объявление Дает Выезжаю На Третий День Да Там И Сидит Ну Контейнер Привез И В нем Сидит У него Там Наверное Уже Все Сопрело В Мозгах Ну Вот То Что Есть Другое Что Сказать Можно Он Там Сидит Никуда Не Выходит Его Никто Не Видит По Недели Как Говорят Щекнуться Надо Чтобы Сидеть Все По Хорошему Было Все Но Скрыто Оказывается Внутри Было Как Будто Спец Задание Было Прийти Разрушить Там И Герман С Терликом Там Все А Тот Разрушитель Только Он Везде Это Был Ну Вся Это Пакости У Что-то Небало Он Просто Что-то У него Что-то С Голове И Я Смотрел Про Него Заглял Про Романа Ну Где Выкладывал Люди Что-то Выкладывали Смотрели Был Но Он Что-то Просто Заблудился Зачем Он Просто Слушал Таких Ненормальных Людей Ну Вот Эти Фейки Которые В Интернете Без Лица Просто Знаете Вещи Такие То же Самое Что Которые Плот Уземь Фу Голос Какой-то Непонятный Что-то Что-то Что-угодно Так Говорить Самое Что-уговительное Доверь Верить Ну Ладно Так У вас Какие Вопросы Еще Вопросы По Писанию Есть По Писанию Да Так Вот Это Ну Все Я вам Разъяснил Какие Какие Живые На Володя Володя На Работе Подходящее Время Я Только Ушел В Это Время Сбонят Сбонят Здесь Трубку Все Кто-то Кто Будет Принимать Меня Нету Я На Улице Был У Нас Там Своя Работа Если Я Не Сижу Все Время Безвыходно Встаю Рано Потому Что Много Почны Приходит Мы Встаем 4.40 А Я Встаю До Пол Первого А 4.40 Это Все А Кто Как Может Ну Да Они Там Дольше Сидят Братья Я Ложусь Раньше Сегодня Я Встал 25 Минут Первого Все Уже И До Сна Теперь Потому Что Пока Ночью Как Интернет Лучше Работает Все Разбираю Почту У Модераторы Там Администрация Ставят Я Отсылаю Свои Ролики Теперь Они Под Замками Я Снимаю Замки Делаю Название Потому Что У меня Заказчика Мало Один ролик Я Часа 3-4 Только Могу Закачивать Плохо Ну Слабо От телефона Идет Все Да Во Славу Божию Во Славу Божию От Церкви Православной Никуда Ни Шагу Пост Соблюдайте Строго Сейчас Пост Идет Вторая Неделя Пошла Пост Великий Пост Знаете Поэтому Каждый Если можете В субботу Вечером Воскресеньем Утром Быть в храме И там Не разговаривать Ничего не надо А на улице Выйдешь Там и говори Вы Нигде не спорьте Ничего Знаешь Истину Скажи Поэтому Не скажешь Один раз Пожалеешь А скажешь Сто раз Пожалеешь Задолбят Задавят А ответить Не знаю Что Себя зря Не подставляйте Берегите Все Во Славу Божию Спасибо Спасибо Спасибо